Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Я вчера на прямом эфире такую тему поднял, вот существует народная медицина, существует официальная медицина, существуют различные методы, как бы сказать, раньше была это народная медицина, тысячи лет врачеватели были, потихонечку значит из народной медицины появилась вот эта вот якобы научная медицина, и значит прошло совсем немножко времени, и она свою маму, от которой она произошла официальная медицина, значит из народной медицины, она сказала, что нет, это ерунда, это ничего никак, и знать мы не хотим. А кто это решает? Кто решает, насколько эффективны народные методы, насколько эффективны официальные методы? Ну, например, взять вот такую вещь, как бородалки. Народная медицина использует заговоры, благодаря которым они исчезают, просто исчезают. Специальный заговор со специальными действиями, произнесенный в нужное время по лунному циклу, действует безотказно. Только очень злокачественные бородалки, те, так сказать, не хотят с первого раза отваливаться. Я сам это пробовал, то есть мне не надо говорить, что кто-то, бабушка, дедушка, я это делал сам. То есть сводил на картошку, закапывал, все это, все, как говорится, работает. Даже это работает, у меня был случай, когда книжки мои издавали в Петербурге, издательство, по-моему, Невский проспект. Я пришел, и у редактора девчонки молодой все руки были обсыпаны бородалками. Я сказал так, это мощно, строго, вам тут не быть, вам тут не жить, пошли прочь. Раз. И вы представляете, я приехал где-то недельки через две. Ну-ка покажи, что там у тебя с руками. А нету бородалок. А что предлагает научная медицина? Научная медицина предлагает такое чудо-лекарство под названием чистотел, где чистотел одно название. Какая-то едкая жидкость, которая выжигает эти бородалки, пытается выжечь. В некоторых случаях они исчезают, а в некоторых случаях нет. Они продолжают так быть. И опять-таки, чему свидетель я сам, это у моего племянника возникли бородалки. сестра пошла, забыла, забыла все это дело. Вот мы забываем научное, вот это, оно, мол, работает. Приобрели этот чистотел, начали прижигать, короче, у него получились шрамы. Настолько сильно все это дело выжигает. Шрамы, оборотовки как были, так и остались. У него же возник комплекс неполноценностей. То есть, кто это решает, что это эффективно, это неэффективно, это вот так, а это не так. И причем, те знания, они просто-напросто забываются. Вот опять-таки, я все говорю, ненужное для неучи, ненужное для тех людей, которые в силу своей специализации должны изучать эти знания и пользоваться. То есть, это как раз медицина, та же научная медицина. Кстати, китаянке-то дали Нобелевскую премию за то, что она из такого вот травника, тысячелетней давности, там, сколько там, четыре тысячи лет назад или еще там, ну, очень давно. Она вычитала рецепт и использовала его для приготовления лекарства от малярии. На основе полыни, на основе определенного вида полыни. То есть, где-то работает, а где-то нет, это не надо нам, не надо. И какие-то люди за вас решают, что вам надо, что вам не надо. Ну, позвольте, я бы с удовольствием уже в который раз говорю, зачем мне там, допустим, заниматься своим здоровым, если бы я пошел в больницу, и мне только трах-бах, и все, я новенький. Ну, этого же нету. Возможно, у кого-то есть, если я не буду говорить что-то 100%. И получается, люди уже забыли, что такое лечение. Что в конце лечения человек должен быть здоровым. А получается, у нас такое лечение, как говорят, что ж вы хотите, возраст, такие заболевания, теперь таблеточки пожизненно вы будете применять. Ну, и пожизненно они, причина, от которой это возникло заболевание, она не убирается. Плюс еще потихонечку эти таблетки, якобы подавляющие симптомы, делают свое другое дело. И вот какие-то там судьи, как говорится, а судьи кто? Они решают, вот это так, а это не так. И вот, в частности, на Ютубе имеются свои, что там, судьи, естественно, все это идет по какой-то там разнарядке. Важные уведомления. Нарушение правил сообщества. Я нарушил правила сообщества. Видео про керосин и семя тмина удалено из-за нарушения правил сообщества. Мы понимаем, что вы могли допустить нарушение случайно. Случайно. Подать там апелляцию можно. Ага, случайно я нашел. Нет, я случайно ничего не делаю. Давайте второе посмотрим. Второе. Нарушение правил сообщества. Видео суда Псаря Сарак Малахов удалено из-за нарушения правил сообщества. Мы понимаем, что вы могли допустить нарушение. Могли допустить нарушение. Нет, я не мог допустить нарушение. Более того, я как раз там ссылался на итальянского доктора, там если Симончини, по-моему, его фамилия, который открыл, ну будем говорить так, открыл, решил исследовать, как там все влияет на онкологию, он там вроде как врач-онколог Тулио Симончини, видите, у меня память, вспомнил. Провел все эти, так сказать, лечебные мероприятия, убедился в высокой эффективности и с радостью вынес это все на какую-то там медицинскую коллегию, вот я открыл то все, люди, я лечу онкологию. Что ему было заявлено в ответ? Почему ты предупрегаешь нашими рекомендациями, которые мы изложили в специальных протоколах, как лечить? Лечить вот так, вот так и вот так, и больше никак. А ты что тут предлагаешь? Короче, они его еще засудили. Вот тебе и эффективные методы нужны или не нужны? Разводим руками. Ну давайте дальше почитаем. Я, значит, на это нарушение правил сообщества, суда в Сариасрах подал, значит, апелляцию и пришло важное уведомление. Видео про керосин и семиатмина удалено из-за нарушения... А, так, 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 так. Так. Апелляция отклонена. Апелляция рассмотрена. Мы проверили видео, суда в Сариасрах, монах, обнаружили нарушение правил сообщества. Видео останется заблокированием. И теперь, и теперь сделаем дальнейшие выводы. Не человек рассматривает. Сделали программку, что если там, грубо говоря, лечение онкологии должно быть вот таким-таким-таким-то, и все, все, что не подходит под эти стандарты, все должно быть удалено. И, соответственно, программка висит, она такая раз, просмотрела это все, знаете, там, ага, там, сода и рак, что-то там такое. Я думаю, что даже особый человек там и рассматривал. Все это не подходит под этот протокол. Значит, надо удалять. И вот так мы даже не понимаем. Мы делаем вот этот искусственный интеллект. Где-то, да, он там нам может помочь. Но все это еще используется для того, чтобы вот таким вот образом контролировать. И если с человеком там, ну, какие-то можно там договориться, что-то там ему объяснить. Что вы там будете там боту объяснять? У него есть и все. Нет и все. И мы движемся к такому миру, который, вроде, создаем сами, рукотворный. Но все это используется в чуждых для нас вариантах. Используется какими-то людьми, там, этими судьями, которым, возможно, выгодно, чтобы вот так вот, вот так вот они там на этом имеют, как бы сказать, money, money, money. А все остальное их не интересует. Их не интересует ваше здоровье от слова. Вообще не интересует. Живы ли вы, не живы ли вообще? Их интересует свое. Тем более в наше вот такое вот время. Поэтому, поэтому, включайте свою голову. Не надо использовать жвачку других людей, которые вам спускают и говорят вот так вот, вот так вот, вот так вот. А вы пошли, а оно не так вот. И что делать? А что делать дальше? Ничего не говорится. А нет, говорится. А дальше психическую больницу у вас положим, чтобы вы это меньше возникали. Вот и на гуманизм развивается, цивилизация, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А по факту, что делается? Какой там гуманизм? Какая там цивилизация? Так что думайте головой. Образовывайтесь соответственно. Ну, я сколько раз уже говорил все это, повторяйте. Так что будьте на чеке, чтобы вас не чикнули и не отправили на утиль. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.